На самом деле в Москве много архивов, они находятся в разных местах города, на разных улицах, скажем, там военный архив находится на Выборгской улице, на перечении улиц адмирала Макарова. Архив города Москвы находится на профсоюзной улице, там архив внешней политики, на подняком переулке, рядом с МИДом, ну и так далее, допустим архив Московской области находится на Жовской улице, в другом Москве, то есть разбросано везде, у нас полно архивов, около трех десятков, по-моему, и больше. Ну, и я уж не говорю там про то, что это большие архивы, а там в каждой организации, естественно, есть свой архив, потому что тут архивы, потому что собрание документов, скорее всего, прошлого, которые подлежат к хранению какой-то деятельности. Да, ну, можно взять, ну, можно взять, ну, может быть разные, какие-то документы, может быть, там, в небольших организациях, да, усилививают, ну, конечно, такие серьезные документы, в государственной важности, в функциях организации, они, конечно, хранятся долго, десятилетия даже в истории столицы. Вот. Причем не только хранятся, но они и обрабатываются, и описываются, ну, и, естественно, что есть. Так, это иначе используется, да? Приходят исследователи какие-то, люди, которые занимаются науками, там, пишут диссертации, и дарят материалы о промыленном событии, там, да, и, естественно, где-то документы очень точные, важные, чтобы было на них сколазно, на них так и разно. Вот. Ну, так вот, а почему же здесь, в первом архиве? А потому что здесь находится главный архив, вот в всей нашей стране, главный государственный архив. Вот. Который, ну, вот, собственно говоря, имеет около 7 миллионов дел в истории России, 19-го, 21-го века. Образ архива. Ну, и не только здесь главный государственный архив, то есть ВОЗ архив, РФ, да, находится, да, находится, да, тут еще находится также центральный архив древних архив, да, да, государственный архив, древних архив. И еще тут находится государственный архив экономии. Тут находятся три архива. Поэтому еще называют это место активный городок. Иногда говорят активный городок на перегоне. Ну, потому что он находится в метро, в этом же архиве перегоне. А городок сам, он целый квартал занимал. Такой, например, большой городок, малый городок. И вот как раз активный перегон. Вот такой целый большой квартал. И в нем находится несколько зданий, в том же центре это здание главного архива России, Госархива, да. Вот. В тое время, и перегон был еще назван до этого, еще в 12-м году, да, потому что здесь был архив, ну, сейчас не исчез. То вот это здание, оно, которое, как понимаете, вот архив России, оно было построено в 1886 году. Вот. И с тех пор, собственно, вот эту вот историю архива видит здесь, на этом месте. И вот это. И потом уже добавили с газа, архив Движний Хар, чтобы более ранее историю архива России, да, и, соответственно, механизм. Кроме того, тут находятся еще и выставочные залы архивов. Эту архивов он имеет грязь, только нынешней, но он еще 19-го века. Ну, единственное, что, конечно, вот первые архивы, как Движний Харго, нет ни столов, ни третьего, все, больше нет. Не просто. А есть только первый архив, но он сохранился. А остальные архивы только к чему были просто застроены. То есть, все были застроены, и просто не существовали. Когда-то, конечно, они были, потому что, естественно, кто-то был второй, там, может быть, третий был. Понятно, иначе бы первый же нет. Ну, на следующий момент, как бы, такой архивизм, да, остался, такая, супровальная мирация, конечно, она не соответствует действительности. Но, сдаясь корректировке, можно было бы просто назвать архивной переобувкой, чтобы было бы более правильным, чем первый архивный, а где же второй? Его нет. Ну, у нас вообще так часто бывают. Какие-то там бывшие переобувки там застраиваются, исчезают они, ну, а вот остатки, они сохраняют прежнюю нумерацию, которая уже, соответственно, перестает, соответственно, вот. Ну, и переобувки, этот маленький, кстати, маленький, там буквально меньше стотней метра, совсем небольшой, и проходит он, собственно, к истине вот этого архивного городка, который состоит из этих архивовых зданий, да, с левой стороны, ну, если так, то есть, то у нас большой пирогубки, малый. А, соответственно, тогда справа у нас находится привлекатель детской болезни, это медицинская академия Несечек. Ну, они все считаются, так сказать, по большой пирогубки. Поэтому, собственно, в этом период по нему никаких объектов не имеется. Здесь, если все идет, по большой пирогубки, ну, или там, по малой пирогубки, Собственно, период, вон, средний, азарь, малой пирогубки. Ничего по нему ничего. Ну, собственно, название, оно, конечно, знаковое и правильное, потому что, рядом находятся архивы, и это главное, что там. Вот, поэтому и дать это. Ну, в нем работают специалисты, которые, которые приходят, специально ставят заявку на медленные документы, и, соответственно, и уже и говоря, то они приходят в специальные заложи, и, соответственно, там работают с маркированными документами, могут фотоаппарироваться, требуются выполнять какие-то работы, брошюровки, издания, ну, и, соответственно, множество. Титровка, и так далее. Ну, что никто специально и приезжает, на эту картину сделать, конечно, сделать тут нечего, здесь, пустыня такая, мертвец, широкий стереолок, проезд, сразу, что машина там немножко паркнут, вот, справа, там, клинин. Ну, и все. Ну, а так, конечно, если погулять там по большой пироговке, малой пироговке, то, соответственно, клинин, там, просто так можно. или иметь в виду, что это перевод не диземянный, не диземянный, не диземянный. Вот, ну, а проехать всегда достаточно легко, там, по большой пироговской, полной автобусы, M3 автобуси, вот, это, милоспортивный, можно там пройти по улице селетия октября, выйти на большой пироговской, от остановки, там, много автобусов, я имею, 64-й автобуси, это M3, и другие. автобусы, там, везде, вся дороги, не проблема, можно от метро в Маленской, до этого, на том же милоспортивный, от Семеновской, так вот, от Карапурска, от Аганского, не проблема, автобусы есть. И остановка, знаете, Турбикская улица, ну, и потом, немножко, как раз, попадем в это. Первый актридент. Приятных прогулок, и до новых встреч на улице Фантура. Продолжение следует... Продолжение следует...